Сейчас я попытаюсь заснять, где и как я храню свои видео и картинки. А также, что нужно сделать предварительно перед их архивированием в домашних условиях. Поскольку на сторонние хостинки я больше не надеюсь. Как там каламбурчик-то звучит? Всё своё носи с собой. Короче, держи всё при себе. Вот это у меня съёмный диск. Так он называется. Вот, попал в чёткость, наконец. Вот этот съёмный диск. И вот такая флешечка. Вот. Вот такая флешечка. Колпачок снимается. Вставляется вот в этот разъём. Сейчас стоит провод USB для вот этого съёмного диска. Вот он, этот провод. И вот в этот разъём втыкается этот провод. Когда нужно сохранить что-то на флешке, то этот провод вынимается и на его место вставляется эта флешка. Ну, вот как-то так. А хранится этот съёмный диск на полке, а флешка в коробочке. Вот. Это и есть мой хостинг. Так называемый домашний. Перед архивированием своих картинок, которые мне понадобятся в дальнейшем, я стараюсь привести их в порядок, сделать более чётким, если это необходимо, увеличить или уменьшить размер. И делаю я это в бесплатном графическом редакторе Paint.net. Для этого я левой кнопкой мыши нажимаю, например, вот на эту картиночку и просто перетаскиваю на значок редактора Paint.net. Жду, пока он откроется. Идёт запись, поэтому открытие идёт более долго. На самом деле всё происходит очень быстро, практически мгновенно. Вот нажимаю на этот квадратик. Для того, чтобы редактор не принял оригинальные размеры и перекрыл всё ненужное, вот передо мной вот эта картинка. и на самом деле различить какие-то нужные для вязания детали очень сложно. И я считаю, что её нужно увеличить для того, чтобы она действительно была каким-то наглядным пособием. как же я увеличиваю? Увеличиваю я следующим образом. Нажимаю на изображение и не на изменить размер, потому что я как бы поняла, что оно становится менее резким изображением. а на размер полотна. И здесь вот я уже задаю размеры, которые картинку увеличат. Вот размер картинки по ширине сейчас 564 пикселя. А я увеличу до 1000. то есть практически в два раза. Я нажимаю на «Ол». У меня получается вот такая конфигурация. То есть поле белое и картинка вот где-то в верхнем левом боку. Значит, нажимаю на выбор прямоугольной области инструмента. Обвожу всё. По контуру выделяю. Получается такая дорожка. Нажимаю на инструмент перемещения в определенной области. Вот появляются такие вот крылочки и как бы рука. Вот цепляю за уголок и раздвигаю на ширину всего поля. И вот хотя я увеличила практически в два раза, картинка осталась достаточно чёткой. Цветопередача не изменилась. и меня это вполне устраивает. Вот мне кажется, что чуть-чуть вышло изображение за пределы поля. Вот я подвину. Вот за кружочек цепляюсь и двигаю туда-сюда. Для того, чтобы снять вот это выделение, пунктирную линию мурашку, которая бежит по краям, я нажимаю вот на отменить выделение. Вот. На квадратик с красным крестиком. Всё. В принципе, при желании я могу обрезать. Вот как это делается. Я нажимаю опять на выделение. Обрезать лишние края. Мне кажется, что есть лишние края. я их обрежу. Вот как-то так. Вот как-то так. Для того, чтобы сделать обрезку, нажимаю на вот этот инструмент обрезать по выделению. Нажимаю. Пожалуйста. Если есть необходимость ещё раз уже при всех этих действиях выполненных как-то подкорректировать размер, нажимаю на размер, обязательно проверяю галочку сохранить пропорции, иначе пойдёт искажение изображения. И здесь увеличиваю например опять до тысячи ширину. Так. Лишний ноль убираем. Вот. Всё. Теперь нажимаю на файл сохранить как. Проверяю здесь расширение. Для архивирования лучше всего ставить размер JPEG, потому что картинки наиболее лёгкие получаются. То есть меньше займут места на диске или фрешке, которые будут проводить сохранению, на которых я обычно сохраняю. Жму на сохранить. Подтверждаю да. Проверяю. То есть размер файла будет сто восемь восемь килобайт. и я при этом поставила качество 60. Можно увеличить, сделать качество более лучше. Вот я поставила 91 качество, но при этом размер файла увеличился практически в два, больше даже чем в два раза. что это обозначает? Это обозначает, что на своем съемном диске или фрешке я смогу сохранить при таком размере файла картинок в два раза меньше. Поэтому я возвращаюсь на качество 60. Оно вполне удовлетворительное для моих целей. И нажимаю наук. Если же вам нужно для какой-то дальнейшей работы, например, для создания клипов, художественной картинки там, с изображением картин художников, то, конечно, качество лучше не уменьшать, а оставлять большим, несмотря на то, что они займут много места на фрешках или съемном диске. Так, жму еще раз для проверки сохранения файла, проверяю, вот, 108,8 килобайт размер сохранения файла, жму наук. Все. Вот она моя картинка уже с другими параметрами. параметрами. параметры перейдемки н